Первое. Если у вас нету стратегических планов, вы не можете системно подходить к решению задачи здесь, сейчас. Именно стратегические планы, их укорененность, так называемое дистальное видение, которое очень важно для... Сейчас уже есть куча научных доказательств, изучен этот феномен. Чем мы дальше смотрим, тем мы более креативны, более объемны в принятии решений и так далее. Я приведу пример на медицине. Мне эти примеры понятны, надеюсь, вы тоже справитесь. Вот представьте себе, что к вам приходит врач и рассматривает вашу болезнь с точки зрения здесь, сейчас. Он вам назначит симптоматическое лечение. Если он рассматривает это заболевание не просто, вот есть набор симптомов, да, а что это, какой-то патологический процесс, который развивается у вас. Он увидит это шире и будет понимать, куда это заболевание едет и будет назначать вам лечение, чтобы оно не привело к развитию следующей стадии заболевания или не привело к формированию каких-то патологических изменений в организме, связанных с тем, что это заболевание будет у вас дольше. Наконец, он может рассматривать значение этого заболевания для вашей жизни в целом. В этом случае, глядя на вашу болезнь и продумывая ее лечение, он предусмотрит какие-то профилактики. Он подумает, какие еще системы органов могут пострадать, значит, и они же будут ослабляться в течение времени. Соответственно, как это скажется вот на вашем этом заболевании, с которым он имеет дело. То есть, стратегическая цель важна, чтобы сейчас видеть все объемнее. Первое. Второе – это, значит, если у вас нету стратегической цели, у вас не будет мотивации на действие. Потому что стратегические цели, как правило, это то, что не счастливое будущее, ну, то есть, если это просто виртуальное счастливое будущее, плохая стратегическая цель. Это должна быть стратегическая цель, которая вас пугает. То есть, вот я хочу, например, занять какое-то место на рынке через 5 лет, но думать об этом можно вот так вот счастливым этим, но можно про это думать, проводя реконструкцию того, что на рынке в этот момент через 5 лет в принципе может происходить. И вам может казаться, что сейчас вы можете легко там занять вот эту, например, долю рынка, но при этом параллельно развиваются, которые изменят сам рынок. И хорошо бы начать тревожиться. Если вы в этом, поставив эту цель в будущем, понимаете риски, которые на нее воздействуют не здесь сейчас, а вот там, вы начнете тревожиться, это более мотивирующая вещь. Вы не расслабляетесь, потому что часто люди говорят, ну, вот у нас вот так вот будет. И такие. Ксерокс умер просто. И не он один. Как можно расслабиться в мире? Поэтому надо думать с тревогой. Стратегические цели, вообще развертывание будущего позволяет нам начать тревожиться, мотивироваться. Ну, да, может быть, третья составляющая, связанная с стратегическими всеми действиями, это возможность консолидации команды. Вообще есть очень большая проблема, которую руководители, собственники бизнеса часто не осознают. Она связана с тем, что команде нужно знать, куда мы едем. Если команда не знает, куда мы едем, она начинает тревожиться, потому что руководитель едет, потому что ему куда деваться, это его лодка, а команда, она просто сидит в лодке. И у нее могут возникнуть вопросы, куда едем, чем это для меня закончится и так далее. И если вы не ставите стратегическую цель в направлении, в которой вы движетесь, они начинают тревожиться в лодке и начинают выяснять в другом отношении. Потому что куда-то им надо девать это напряжение, тревогу. Поэтому это является еще очень важной консолидирующей функцией для команды и вообще для общей атмосферы в коллективе. Продолжение следует...